Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа мужская компания и я ее ведущий Гуров Вячеслав. Несмотря на то, что сейчас действует нерестовый запрет, на Урале в некоторых областях можно ловить спиннингом на одну приманку с берега. Понятие берега очень растяжимое, в законе юридических формулировок нет, но мы так понимаем, что берег это вот, то есть если вы посмотрите вот здесь, то есть это берег, а я стою в коротких сапогах, то есть как вот это можно назвать, вот это вот берег или не берег, но будем считать, что это ловля с берега, то есть мы не заходим глубоко в коротких сапогах, мы даже по колено не будем заходить, то есть ловить мы сегодня будем с берега. Приехали мы уже поздненько для утренней зорьки, тем более летом, это сейчас у нас часов 10 буквально и в планах у нас половить часа два, так скажем, снять рыболовный зуд и для этого мы выбрали ловлю на ультралайт. У меня в руках сейчас спиннинг Тим Салма Тиога, длиной 2 метра 13 сантиметров, тест у него 0,5 грамма до 5,5 грамм, спиннинг выполнен из высокомодульного карбона 40Т, вершинка у него солид тип. Ну это стандартная Тиога, единственное, что она отличается от той, которую я ловил, та была 2 метра 37 сантиметров, а это 2,13, немножко покороче, но я думаю, что сегодня это не сыграет большую роль, тем более мы проверим. Очень легкая такая палочка, как раз именно для ультралайта. Единственное, что у меня сегодня еще PE-шнур с покрытием, думаю, что сегодня легкая приманка, а мы сегодня будем использовать вот вертушки. Я не знаю, какого рода эта вертушка, наверное, безродная, но на ней очень хорошо ловит, я уже ловил, она практически самодельная, я глазик вот сюда прилепил сам. То есть мы сегодня будем ловить ультралайтом. Как видите, я на легке, у меня жилет, кстати, тоже Норфин, очень удобный такой, он еще удобен для нахлыстовиков, потому что он короткий, как видите, он мне пузо мое не прикрывает. Скажем так, достаточно тепло, сегодня обещали очень жарко, но вот надвигается гроза, но я думаю, что пару часов мы еще успеем половить окуня, и целью нашей будет окунь. Говорят, здесь еще есть крупный чебак, ну скажем так, будет это наш бонус, крупный чебак. А так мы снимаем рыболовный зуд и ловим на ультралайт. Давайте сделаем сразу первый заброс, вот здесь вот возле камыша, не будем мудрствовать лукаво, тем более, что сейчас вода уже прогревается, ну далеко летит, я бы сказал, хороший заброс получился. Вода сейчас уже прогревается у берегов, и рыба выходит погреться тоже там, где помельче, особенно окунь. Ну и заодно покушать, наверное, икру других рыб. Все правильно, первая проводка нулевая, значит рыбалка у нас сегодня удастся. Метров 35. Вот, кстати, вот смотрите, вот надо внимательно относиться вот к этим вещам, когда вы закрываете дужку, чтобы не было петли, потому что иначе при следующем забросе у вас будет, о, поклевка первая. Здесь ничего хитрого, равномерная проводочка, можно поплавнее даже сделать, чтобы вертушка поглубже опускалась. У нас небольшой здесь участок берега земли, хотел сказать. Ага, то есть просто стала мелкая, она стала цеплять за дно. У нас небольшой участок берега, по которому мы можем ходить. Да мы глубоко, в смысле далеко ходить и не будем, где-то здесь в камышах. Но заходить за бродников мы тоже не будем. Все-таки нерестовый запрет. Так, немножко, для того, чтобы просто в резине ноги охлаждались, потому что в резиновых сапогах все равно жарковато. Сегодня ничего такого особенного в рыбалке у нас нет, потому что хорошая сбалансированная снасть, мы ловим окуня на вертушке, ничего такого здесь нет. Единственное, что шнур для меня сегодня новый, но я уже в него влюбился, он хоть и дорогой, но он того стоит. К нему, конечно, надо относиться побережнее, но работает он шикарно, особенно при забросе, по сравнению с другими шнурами. Ого, сразу же есть. Ну тоже, такой же 100-граммовый, наверное. Сейчас он побьется чуть-чуть. Где он там? Ушел куда-то в сторону. А, вот он. Там, видимо, стайка таких 100-граммовых стояла, и мы их вылавливаем. Да, вот он. Ну, этот поменьше. Этот поменьше. Неудобно. Без держателя. Хорошо и ровно они садятся. Мы получаем удовольствие. Окунь нас радует. Бегает шустро. Будем ловить бонус. Сейчас будет бонус. Мы даже приманки сегодня не меняем. Вот одна вертушка. Да, кстати, еще забыл сказать. Самое-то основное. Я поставил шок-лидер. А шок-лидер у меня длиной примерно сантиметров 80 метров. То есть, вот если посмотрите, вот здесь вот узелок. Он уже даже вот забился тиной чуть-чуть. Вот, видите, узелок. То есть, это плетеный шнур. Узелком для шок-лидера. На канале можете посмотреть, есть там такой узел. А дальше идет флюрокарбон. Не толстый флюрокарбон. Длиной метр. И он уже через маленький карабинчик пристегнут к вертушке. Для чего флюрокарбон? Во-первых, я знаю, что здесь щуки нет. Значит, обрезать ее... А, кстати, у меня даже есть упаковка этого флюрокарбона. С собой. Вот. Тим Салма флюрокарбон. Который я использую как шок-лидер. На сегодняшней рыбалке. А толщина его... 0,165. Выполнен в Японии. Очень качественный. Сегодня он нам пойдет. Ну, у нас здесь кармашки, инструменты. Вот. Теперь про снасть все. Да, день будет жаркий, похоже. Так, периодически набегает ветерок. Может быть, будет еще и... Ну, будет гроза. Сегодня обещали, будут грозы. А мы спрячемся в машине. А пока ходим, кидаем. Давайте вот туда вот еще пройдем. Вот к тем камышам покидаем немножко. Пойдемте дальше. Погода просто шепчет. Половить рыбу. Ого! Вот это что-то посерьезнее. Вот с ультралайтом-то. Ох! Какая рыба выпрыгнула. Не у меня. Там, подальше. Видимо, карпик, наверное, не рестится. Ой-ой-ой! Что там? Посерьезнее, чем был. Ой-ой-ой! Это тоже окунь. Но только уже, в принципе, для ультралайта нормальный такой. Ловля окуня на вертушке. Вот не хватает держателя для спиннинга. Сейчас я освобожу. Сейчас. Вполне приличный 100-граммовый окунь на вертушке с берега. В невестовый запрет. Мы не нарушаем никаких правил, законов. Ну, давай. Не хочет. Ему понравилось у нас в руках. Сейчас он. Эй, все. Убежал. Тут даже чья-то прикормочная смесь в виде гороха. Мы проверили снасть, сняли охотку. Я бы сказал, что это даже рыбалка не выходного дня, а рыбалка одного часа на вертушку. Стандартной снастью, сбалансированной. Мы вышли на водоем, не нарушая никаких запретов. С берега покидали, половили окуня. Проверили шнур. Снасть сбалансированная. Будем ждать теперь возможности, когда можно будет выйти, уже зайти в забородниках. Поискать окуня крупнее. Может быть, каких-то других трофеев. А пока вот мелкий окунь дал нам такую возможность... Комары уже все искусали. Мелкий окунь дал нам такую возможность половить и успокоить рыбацкую душу. Мы ловили мелкого окуня на вертушке спиннингом ультралайт. Подписывайтесь на наш канал, смотрите нас на ютубе. А там уже двигается гроза. Мы пойдем в машину, разберем снастью и поедем домой. Увидимся на рыбалке. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok